У меня высшее экономическое образование В области бухгалтерского учета у меня стаж практически более 20 лет В том числе главным бухгалтером 8 лет То есть по нашему направлению управления персонала специалисты я работаю с 2009 года То есть именно программу 1С управления персоналом Это мой курс, я не говорю, что он основной Но выпустила я уже более 1000 специалистов Поэтому мы с вами как раз и будем знакомством Наш с вами семинар, я как уже сказала, он предназначен для знакомства с программой То есть управление персоналом, регламентированный кадровый учет В нашем с вами продолжительность будет 2 часа И мы с вами пообщаемся с нашей с вами немножко программы Я на экране буду показывать Вы можете ставить записи, какие необходимо Но сам курс 1С приприятий управления персоналом Он рассчитан на 16 часов аудиторных То есть по полный курс он содержит 4 модуля То есть в основном это заполнение справочников Которые я буду вам знакомиться, как они заполнялись бы Потом параметры учета Сведения, то есть нашей организации Слушатели заполняют Плюс кадровый регламентированный учет То есть в основном все документы Они как раз включают первый уровень Регламентированный кадровый учет Что заполняют слушатели на данном курсе То есть в основном То есть это Справочники физические лица Справочник должности Классификаторы Графики То есть справочники То есть сменные графики Там есть это у нас с вами Штатное расписание Изменения штатного расписания Сотрудники То есть они переводят из физического лица Лиц сотрудники Прием на работу Перемещение кадровое Все увольнения То есть затем командировки То есть графики отпусков Отпуска Персонифицированный учет Медицинское вот страхование Воинский учет Вот это полный курс 16 часов Который заложен просто в сам курс Так наша программа Она называется Конфигурация зарплаты Управления персоналов Она позволяет нам с вами полностью Автоматизировать кадровый учет То есть и позволяет также Получить все первичные документы Которые мы с вами используем При кадровом учете Или кадровом делопроизводстве На предприятии То есть когда вы устанавливаете программу То есть у вас состоит из двух режимов Конфигуратор он создан для того Чтобы ваши То есть программисты Администраторы Могли то есть подстроить базовую программу Под вашу деятельность Ну а мы с вами пойдем в один из предприятий То есть она у нас будет с вами загружаться Информацию то есть мы отключаем В основном очень удобно в программе Можете себе даже прописать Первый этап который вы делаете у меня в программе Вы должны перейти на кадровый учет Это вот первое что нужно сделать Путь в программе Или все элементы кадрового учета будут скрыты Что для этого нужно сделать Меню Сервис Сервис Находите строчку То есть переключение интерфейса Прям можно так и написать Сервис Переключение интерфейса Стрелочку Кадровый учет И как видите То есть меню Она скрывает заработную плату И все элементы кадрового учета у вас будут присутствовать Еще раз повторю Сервис Переключение интерфейса Кадровый учет Это первое что вы мне должны сделать Очень удобно в программе работать с рабочим столом Особенно если вы первый раз встречаетесь с программой Я вам советую В меню у вас с левой стороны есть То есть такой у нас с вами инструмент То есть ссылочка Рабочий стол Вы ее открываете И у вас наглядно на рабочем столе появляется информация Которую вы будете использовать Если все таки не нравится рабочий стол И вам хоть не нравятся вот эти элементы Которые постоянно перед вашими глазами Ее можно скрыть Как это сделать Вот в вашем где у вас квадратик зелененький У вас есть строчка Мои настройки Вы ее открываете Мои настройки Убираете галочку Рабочий стол Говорите Окей Она вас просит отключения То есть ваши галочки Рабочий стол Вы скажете да То есть окей Да И она видите скроет Очень То есть ваше серое поле Осталось на месте Ну рабочий стол Я вам советую Просто очень удобно Напрямую Не надо время тратить В меню Не надо искать тот элемент Или путь Который необходим Поэтому это уж на тот случай Если мы уже все знаем Очень давно работаем в программе Тогда можете его отключать То есть первое что вы делаете Я буду идти поэтапно Вам показывать фрагменты Что вы должны будете сделать в программе Первое что вы делаете Вы то есть можете установить дату Для ваших документов Это называется сервис Параметры То есть называется То есть сервис параметры Можете написать Но самый сокращенный путь Это все таки меню Вот видите меню Там изображение идет у вас Гаечного ключика Это и обозначает сервис параметры Вы его нажимаете Вот видите меню Вот он гаечный ключик Да Это и есть сервис параметры То есть обозначается Она вам открывает окно Здесь вы можете установить Ту дату Которая вам нужна для документов Ну допустим для примера Вам вы приходите на работу Да Поток документов То есть у вас громадный У вас дата одна и та же То лучше зайти сразу сюда Что во всех документах У вас появилась дата То есть поэтому вы будете То есть говорить Использовать если текущую дату Она поставит Вот видите сегодняшний наш семинар Да дату А если вы ее снимаете И ставите ту дату Которая необходима Ну я возьму допустим 1 января 2014 год Ну предыдущий возьмем Видите говорю ей окей Она мне скрывает Но если я вернусь В этот же элемент Она видите мне все запомнила Или допустим 15 год Если вы в нем уже работаете Это первое Что вы должны у меня сделать Второй этап То что вы должны совершить в программе Или проверить Если вы уже давно работаете В кадровом учете Или занести Поработать классификаторами Где они у нас находятся В программе Это меню Предприятия Предприятия Классификаторы Это последняя строка Вон видите в вашем окне И список в втором окне Видите достаточно большой Существует такое понятие То есть в программах То есть называется Адресный классификатор Но для этого нужно Вот я его сейчас открыла На экране вашем До этого момента Вам нужно с сайта Gnivs.ru Загрузить его в компьютер Потому что я весь путь Не буду показывать Потому что здесь То есть обычно То есть заполнение идет Минут 5-7 Но сам путь Я вам покажу Допустим Вы загрузили В компьютер Классификатор сайта Он у вас уже есть В компьютере Вы заходите Предприятие Адресный классификатор Говорите вверху В настройках Загрузить классификатор Идете в первую строчку И находите В кнопочку То есть через кнопочку выбора Находит ваш классификатор Который вы загрузили Именно сайта Ну а сам путь загрузки Идет таким образом Вы выделяете тот регион Который вам необходим Любой Затем посерединке Используется То есть ваша ссылочка То есть голубенькая стрелочка Вы ее переносите вправо И говорите внизу Можете записать Загрузить И она загружает Вашу программу Абсолютно все регионы Которые вы ей указали И он попадает То есть к вам Потому что То есть адресный классификатор Нужен Но бывают такие моменты Что вы загрузили все Но в данный момент Этот сотрудник У вас еще не работал Прошло какое-то время То есть он у вас Устраивается на работу А вашего региона нет Значит путь тот же самый Предприятие Классификаторы Находите тот регион Откуда у нас с вами То есть он прибыл В город Москву Допустим И используете То есть также загрузку И ваш регион Тот у вас загрузился Но бывают варианты Еще одни Которых классификатор Допустим То есть в паспортных данных Одни данные И индекс один А вы когда начинаете С классификатором Работает Он указывает Другой индекс Тогда путь только один Как в паспортных данных Заполняйте вручную Больше других вариантов У вас просто не будет Это первый ваш классификатор Gnivs.ru Gnivs.ru С него C Или S латинская Да Затем смотрите Следующий ваш классификатор Я все проходить не буду А то сам принцип вам покажу Ну допустим Вам нужны Виды образования Это как бы посложнее Классификатор Почему Потому что Смотрите Здесь у вас в ссылке Параметры Где на инструментах Есть подбор Изокин То есть Общероссийский Классификатор Населения Вы его открываете Он немножко посложнее Чем предыдущий То есть Появляется То есть Ваше видообразование Из вашего справочника Будете выбирать Именно тот вариант Который необходим То есть двойным щелчком Левой кнопкой Мышкой Ну в данном случае Видите он есть здесь Ну давайте я выберу То есть То есть Того Того нету Ну допустим Начальное Для примера Двойным щелчком Щелкнули И сказали Программе Окей Он попадает В список Так со временем Он у вас Дополняется Самый сложный Классификатор То есть Это касается Классификаторов Именно Вот Специальности По образованию Называемо Оксо Когда вы в него Заходите Ваша кнопочка В инструмент Панели инструментов Оксо Видите Подбор из Оксо Вы ее открываете Прокрутку Продвинули слева Вон смотрите Видите Нужно найти Ту строчку Которую вам нужно И вот Открыть Вот этот плюсик Который у вас слева Видите Вы его открываете Еще один ряд То есть Как бы То есть Наши с вами Появился То есть Список Допустим Вам нужно Естественно Научное образование Плюсик снова Открываете Появляется Список И тот Новообразование Которое будет У нас в дипломах Да Прописано Мы сюда зайдем И будем По этому виду Образования Определять По классификатору Где он у нас С вами Окончил обучение То есть Но немножко Посложнее Здесь самое главное Запомнить Квадрат С плюсом Открыть его И найти Ту строчку Которая вам Необходима И будете Заполнять По классификаторам Вы должны У меня пройти Абсолютно Все сразу До конца Ну да То есть Именно Ученые степени Это по случаю Необходимости Если ваш работник Имеет Ученые звания И награды Это по мере То есть Необходимость Это встречается Очень редко А так Начинайте Путь Просто С классификаторов Это ваш Первый путь Второй путь Можно Вот очень удобно Смотрите Здесь Вот в рабочем столе У вас есть ссылочка Параметры учета Или Если я через меню Тогда Сервис Параметры учета Ну как видите Рабочий стол Он Более Насыщенный Потому что Здесь основные Элементы У нас есть Поэтому Это второй путь Которого Вы делаете Это Мы в него Заходим Ваша закладка По кадровому Учету Ивляется Главный Кадровый Учет Вот видите Кадровый Учет И здесь Нужно Выбрать Вашу Организацию А так как Организация У вас Допустим Если она Одна То соответственно Она уже Видит Вашу Организацию Сразу Если их Несколько Тогда Появится Выбор То есть Вы выбрали Ту организацию Которую Необходимо Здесь Самое главное Количество Ставок Проставить Галочки Затем Показывать Номера В документах Обязательно Табельные Потому что Они нам Необходимы И кадровые Приказы Внизу Точка Все Если на этот Момент То есть У вас Ваша Кнопочка Работает Внизу Появится Кнопочка Применить Она будет Рабочей То есть У вас И в этом Плане Вы можете Использовать Для работы То есть Кадровые Приказы С точки Зрения Кадровых Сотрудников Просто Больше В параметрах Учета Ничего Не Используется Вы Не Заводите Но Для информации Можно Использовать Госпособия То есть Открыли Посмотрели То есть Какие Госпособия У нас Вами На данный Момент По конфигурации Они у вас Всегда Будут Обновляться Поэтому В этом Плане Всегда Информация Она Попадет Сюда Это Параметры Учета После того Как вы Параметры Учета Отразили Вы Идете Проверяете Сведения Вашего Предприятия Ну То есть Если она У вас Не нулевая Программа А так Это Предприятие Путь Этот Стоит Написать В рабочем Столе Его Нет Предприятия Организация Идете Через Добавить В программе Можно вести Несколько Компаний Даже Если вы Ведете Это Удаленно Это Тоже Можно Осуществить Вы Через Добавить Добавили Свою Организацию Я ее Просто Открою И Пройдем По вкладкам Которые Необходимы Заполняете Наименование Закладочку Основные Все наши Реквизиты ИНН КПП ОГРН Который У нас Есть в документах Здесь же Код Налоговой Службы И если Вы сами Будете Заполнять Тогда Основной Банковский Счет Затем То есть Мы С вами Вот Хочу Сразу Чтобы Не возвращаться Обратно То есть Ваша Главная Закладка Но Ответственные Лица Вы будете Заполнять Только После Приема На работу Первое Поэтапно Если Идти Когда Вы Основные Заполняете Ответственные Лица У вас Не могут Здесь Появиться Только Когда Вы Примете На работу Здесь Один Есть Нюанс Когда Вы Будете Заполнять Через Кнопку Добавить И заполняете Всех Ваших Руководящих Работников Которые Будут У вас Расшифровка Подписи Во всех Документах Вот Где Ваша Графа Действует Я Вам Советую Обязательно Должно Быть Время 0 часов 00 минут 00 секунд Почему Потому что Не во всех Документах Видно Время И вы Не сможете Восьмерки Просто Это Исправить А если У вас Время Окажется Допустим 12 часов Или Там 16 часов А на Расшифровки У вас Видеть Не Будет Вот Это Самое Главное То Что Вы Должны Просто Обязательно Просто Для Себя Записать 0 часов 00 Минут 00 Секунд Для Графы Закладки Ответственные Лица Затем Вы Идете Адреса И Телефоны Здесь Вы У меня Основные Заполняете Почтовый Адрес Фактический Адрес И Юридический Адрес Копировать Не Получится В программе Заводится В каждую Строчку Отдельно Почему Не Позволяет Ну Допустим Вот Когда Вы Ее Копируете Допустим Ограничили Скопировали То есть Указываете Ее В строчке То есть Дополнительной Которую Вы хотите Это же Заполнить Если Вы Заходите В кнопочку Выбора Она Смотрите Что Нам С вами Пишет Она Ставит Точку За пределами Российской Федерации Если Я Говорю Российский Адрес Ей Она Мне То есть Предлагает Пустой Вариант Поэтому Здесь Вот Самое Главное Помните О том Что Вы Не Копировать Должны Сюда Занести А В каждую Строчку Зайти И Заполнить Ваш Адрес Ну К сожалению Это Так Конечно Обязательно То есть Если Вам Основная Вот Я Сейчас Ее Нажимаю Видите Он Становится Нерабочий Нежирным Шрифтом Как Только Я Говорю Основная Для Нее Это Будет Главная Информация Затем Если В том Случа Если Вы Кадровый Работник И Вы Заполняете Коды Потому Что Вы Не Забываете Программа У Нас Общая Она Называется Зарплата Управления Персоналом Если Вы Все Ведение Статистики Там Все Коды Будут Указаны И Вы Поэтапно Сюда Занесете По Всем Нашим Реквизитам Коды Обязательно Документы Оборот Закладка Она Существует Для Чего Для Того Чтобы Вы В Электронном Хорошо Так Юрий Игнатьевич Если Что То Приготовьте Там Листочки Чтобы У Вас Были Хотя Бы Записи Потому Что Я Осуществили Закладку Документы Оборот Будете Использовать Только В том Случае Если Вы Отправляете По Телекоммуникационным Связям Куда То Вашу Отчетность Тогда Она Нужна Закладка Документы Оборот Что Здесь Самое Главное Нужно Будет Сделать Во Первых Точку Поставить Использовать Встроенный Механизм По Каналам Связи Вот Она Видите Будет Вот Здесь У Вас И Настроить Кнопку Настроить Параметры Отправки ФСС Все И тогда Наши Телекоммуникационные Связи С вами Сразу Заработают Использовать Встроенный Механизм По Каналам Связи И Настроить Документарный Оборот С ФСС Потому что Если Вы будете Работать Все-таки У меня Связана Зарплата И вам Это Нужно Будет Обязательно Потому что Наша Зарплата То есть Программа Она Связана С этим Это Сведения Организации Запомнили После Того Как Вы Поработали У меня Со Сведениями Организациями Вы Должны У меня Занести Справочник Подразделения Вообще Вот здесь Наверное В дальнейшем Лучше Использовать Рабочий Стол Как только Организацию Проверили Все сведения Идете В рабочий Стол Видите Как удобно Подразделения Я их Открываю И заполняю Какие У меня Есть С вами Подразделения Заполнили Потом Идете Ваш То есть Именно Справочник Должности Должности Заходим И заполняете Должности Но Справочник Должности Нужно Идти Не через Добавить А через Ваши Классификатора Вот он Видите Подбор Из ОКПДР То есть Допустим Открываете Ваш Список Появляется Должности Профессии Допустим Нам Нужно Открываю Она открывает Вот такое Окно Но Почему Не через Добавить Классификатор Здесь Сразу Попадает Ваш Код Из Классификатора Видите Чем Удобно Что Вы Делаете Вы Выбираете Категорию Статистический Учет То есть Именно Другие Служащие Затем Воинский До Одиннадцатого Года Может быть У вас Занесен Он Не Нужен А Воинский С Одиннадцатого Года Он Вам Необходим И Вам Нужно Здесь Делопроизводитель Секретарей И Другие Выбрали Спускаетесь Вниз Обязательно Здесь У вас Есть Описание Должности Вот Видите Вы В нее Заходите Описание Должности А ее Список У вас Нету Верно Значит Вы Говорите Добавить Зеленый Ваш Кружочек С плюсиком Появляется Новое Окно И Вы Наименование Набираете Массажист То Что Мы С Вами Выбрали Из нашего Списка Если Необходимо Допустим Вот здесь Очень хорошо Сразу Можно И Требования Прописать И Обязанности И Допустим Условия Приема На работу Если Эта Информация Необходима Можно Начать Прямо Отсюда И После Этого Скажете Окей Выберите Из списка Вашего Вашу Должность Она Попадает У вас Именно В Классификатор И После Этого Тоже Говорите Окей Она Попадет Уже Список И Закройте Классификатор Вот Видите То есть Массажист У нас С Вами Сюда Попал Это Должности Затем Следующий Ваш Этап Когда Вы Поработали Должностями Нам Нужно Поработать Производственным Календарем Обязательно На Начало Допустим Периода Сейчас Очень Удобно То есть 15 Год Вы Его Открываете Причем Видите На Рабочем Стале Он Есть Рабочий Видите Календарь Производственный Вы Его Открыли Но Здесь Такой Нюанс На Начало Года Он Уже Сформирован Полностью Вы Просто Его Заходите Открываете И Проверяете Здесь Есть Будет Все Выходные Праздничные Предпраздничные То есть Все Здесь У вас Уже Отражено Если Необходимо Допустим Информация По цветам Я вам Продиктую Красный Цвет Это Выходной Воскресенье Всегда Коричневый Цвет Это Суббота Суббота Ну Назову Вот Наши Рождественские Каникулы Что Это Розовый Цвет Это Рожде То есть Наши Законные Выходные Праздничные Видите Даже Начало Года Уже То есть Они Проставлены Да У нас С вами Ну Самое Главное Черные Рабочие Дни А то Я как-то Начала С Календарных То есть Выходных Наших С вами Рабочие Рабочие Черный Цвет Рабочие И последний Цвет Синий Предпраздничные Дни Вот видите Он у нас Сюда попадает Понятно Поэтому Нужно Будет Проверить На начало Года Если Вот допустим Сейчас 15-й Год Открываете Проверяете Да Все праздники После того Как вы То есть Поработали Производственным Календарем Ваш Следующий Путь Графики Работы Обязательно Графики Работы Сюда Заносятся Все данные Ну вот Я открою Вот Через Добавить Заносите То есть Ну у меня будет Занесен То есть Но сам путь Я все равно Вам покажу Здесь пишите Наименование Вверху Наименование Затем Открываете То есть Скажете Заполнить График Заполнить Кнопочка График Ну а я Через изменения Пройду Откроется Помощник Заполнения Графика Вот такой Видите Что вы делаете Раз у вас Пятидневка Она стабильная Вы выбираете Конечно По шаблону Всегда Выбираете Из списка И говорите Заполнить И она вам Заполнит Сразу на весь год Ну вот Такой вариант Да у нас есть Пятидневки Если вот У нас бывает С вами Совместители Совместители Допустим Тоже вариант Если мы Пройдем С вами Вы скажете Добавить Напишите Совместители Если они у вас Разное количество Времени Работают Лучше всего Указать Сколько часов В неделю Ну допустим Как у меня Сейчас для примера 20 часов Это может быть И 15 часов По разному Вы так же Говорите Они заполняются Все одинаково Заполнить Заполнить Открывается окно Можно выбрать Строчку Которую Он будет работать Пятидневка Там или шестидневка И ставите точку Настроить вручную Это для совместителей Говорите далее Переходите Во второе окно Здесь точно Нужно указать Тип графика Обязательно Количество Часов Которые Он у вас Будет работать Если нужно Будет учитывать Праздничные Дни Значит Нужно поставить Галочку И обязательно Галочка Не полное Рабочее Время Затем Когда вы Перейдете В следующее Окно Через кнопку Далее Она откроет Вам расписание И вы сразу Проверите себя Правильно ли У меня Все То есть Отражено Все ли Дни Она вам укажет Сразу То есть Количество Часов И именно В какие Дни Он у вас Будет работать После этого Также Скажете Заполнить И она Вам заполнит То есть Сразу Просто На год Это Называем Графики Но Есть у нас В практике Еще один Такой элемент Когда наши Работники Даже Торговлю Си взять Они работают Посменно Поэтому В этом Варианте Будет Два пути Смена Первоначально Потом График Обязательно Где Находится Смена К сожалению У нас В сменах С вами Смен Нету На рабочем Столе Здесь Нужно Сделать Путь Предприятия Смены Обязательно Предприятия Смены Ну Для Образца Вот Допустим Скажете Добавить Если Они Вот Как-то У меня Торговые Работники Ночью Не работают А работают Только Днем Да Допустим Вы Его Откроете Назовете Вот Условно Я его Назвала Дневная Смена И вам Нужно Занести Той Строчки Если Да Добавить Все идет Через Добавить Но Если У Этих Ваших Работниках Есть Перерыв Вы Программе Должны Указать Перерыв Как В моем Варианте Они У меня Работают С 10 До 22 Часов Но У них Есть Перерыв Поэтому Я Указываю Что С 10 До 15 У них Час Перерыв Потом Вторая Строчка С 16 До 22 Часов Бывают Сложные Варианты Просто В программе Курса То есть Этих Сложных Нет Но Я Просто Уже По Вопросам Слушателя Допустим Он Работает В ночное Время С 8 Часов Вечера До Утра Вот Здесь Ситуация Очень Такая Сложная Почему Вы 24 Часа Вы Не Можете Поставить С 20 Часов До 6 Утра Ему Потому Что Программа Это Не Увидит У вас Вам Нужно Сделать Написать С 20 00 До 20 То есть Допустим Ну Вот Здесь Допустим Вариант Допустим Ночная Смена Здесь Вот Ночная Смена Да Сразу Появится Вам Вариант Нужно Поставить 20 Часов Он С 20 У меня Работает Но До Какого Времени Вам Нужно Установить 23 59 24 Часа Вы Не Можете Поставить Затем Вторая Строчка Допустим Он Работает У нас Ночное Время Да Я Пишу 0 Часов 00 Минут Но У него Есть Перерыв Допустим 16 То есть Не 16 То есть Давайте Напишем 400 Да И у него Есть Маленький Перерыв Значит Я должна Добавить Еще Третью Строчку И Написать Допустим 400 400 Даже Не 4 А вот 4 Часа Допустим Там 0 4 45 Да Минут У них Перерыв И до 6 Часов То есть Он у Меня Работает Как бы Варианты Уже Сложнее То есть Здесь Самое Главное Нужно Запомнить 24 Часа Вы Не Можете Поставить Это Другая Смена Начинается Другие Сутки Поэтому Нужно Установить 23 59 И Обязательно Указать Перерыв Построчно Поэтому Варианты Есть Достаточно Просто Сложные После Того Как Вы Занесли Смены Вы Идете В Графике Допустим Дневная Смена Она У меня Работает То есть Два Через Два Вот Я вижу Здесь У меня Нет Очень Хорошо Я Значит Вам Весь Путь Напе Покажу Два Через Два Заполняете Название Говорите Заполнить График Можно Выбрать 40 часов Настроить Вручную Потом Говорите Далее Тип Графика Сменный Обязательно Сменный Допустим 40 часов То есть У нас Вами В Неделю Суммированный Может Она Должна Соединить Эти 40 Да Часов Но Если Будет Учитывать Праздничные Дни Тогда Учитывать Затем Далее Она Откроет Вам Расписание Здесь Вы Должны Установить Начать С какого Момента То есть У вас Чтобы Она Заполнила Вам График Ну Допустим 1 Января 14 Год У меня Она Мне кнопочку Выбора Сразу Открыла Да Я Говорю Добавить Смена Видите Она Мне Смену Сразу Графу Взяла Дневная 11 Часов Но У них 2 Через 2 Вы Должны Скопировать Еще Раз Строчку Затем Копируете Закрываете Строчку Чтобы Половить На Выходной И Еще Рас Копировали Четвертую Строчку И У вас Получилось 2 Через 2 Если Вы Не Значит Она Вам Не Заполнить 2 Через 2 Будет Каждый День По 11 Часов Особенно Вот Этот Способ Можно Использовать Вахтовым Методом То есть Он Отработал 15 Дней Потом 15 Дней То есть Пустые Строчки И Он У вас Заполнится После Этого Вы Скажете Заполнить И Получился Вот Такой У нас Красивый График 2 Через 2 Который Вы Потом Будете Но Есть Варианты Когда Они Подходят Вот На Год Графики Нужно Заполнить Каким-то Другим Да Способом То есть Вашей Программе Это Называется Индивидуальные Графики Поэтому Я Вам Путь Укажу Это Ваш Кадровый Учет Меню Кадровый Учет Только Через Меню Вот Индивидуальных Графиков Называется Допустим Если каждый День Разное Количество Времени Тогда Стабильно На Год Точно Не Подойдет А Лучше Использовать Вот Индивидуальных Графиков Открываете Его Говорите Добавить Ставите Дату Которую Вам Необходим Допустим Организация Выбрали Если Необходимо Подразделение Выбрали Подразделение Можно Здесь Использовать Несколько Вариантов Можно Сказать Добавить Если Вам Нужно Конкретного Работника Или Допустим Сказать Заполнить По Списку Сотрудников И Выбрали Тот Список Который Вам Необходимо Здесь Разные Варианты Можно Использовать Если Всеми Сотрудниками Она Выберет Смотрите Из Моего Подразделения Гараж То есть Две Строчки Если Вам Выделить И удалить На красный Крест А здесь Уже Можете Проставлять Какое Вам Нужно Время Может Она Витя По Графику Мне Запомнила Там Если Понедельник Четверг Девятое Января Пять Часов Четыре Часа И Можете Его Установить Может Этот Вариант Лучше Понравится Особенно Когда Разное Количество Часов Особенно В разное Количество Времени Такой Вариант Можно Использовать Как Только Мы С Вами В Программе Осуществили Графики И Смены И Вы Это Все Заполнили Вам Нужно Сделать Главный Элемент Штатное Расписание Но Помните В программе Штатное Расписание Это Ваш Первый Этап Но Он Самый Самый Главный Там Ошибок Вы Не Должны Допускать Поэтому Все Ошибки Они Будут Связаны Со Штатным Расписанием Оно У вас На Рабочем Столе Есть Штатное Расписание Это Его Первый Путь Второй Ваш Путь Кадровый Учет Меню Штатное Расписание Видите Ну Я думаю Что Больше Всего Все Равно Притягивает Как Наш Рабочий Стол Правда Ведь То есть Поэтому Сразу Штатное Расписание Но Как Только Вы Зашли В этот Элемент Первый Путь Который Вы Должны Сделать Вот Обратите Внимание В панели Инструмента У меня Так По Подразделению Приподнятная Кнопочка То есть Она Сейчас У меня По Подразделению А Мне Нужно Штатное Расписание По Всему Предприятию Поэтому Я Его Нажму И Она Мне Покажет Сразу Вся Будет Моя Организация Но Каждый Раз Как Только Вы Будете Выходить И Заходить Штатно Она Будет Показывать Вам По Подразделению Поэтому Вот Этот Путь Нужно Будет Сделать Все Штатное Расписание Вы Идете Через Добавить Через Добавить Чтобы Заполнить Какую Организацию Он У вас Находится Подразделение Вот Я Открыла Первую Строчку Чтобы Вам Показать Самые Глобальные Ошибки Которые У вас Могут Быть Во-первых Подразделение Выбираете Должность Ставка Количество Ставок Это может Не Обязательно Один Но У меня Директор Одна Ставка Минимальные Ставки Максимальные У нас Нет Вилочек В кадровом Учете Поэтому Ставите Ставку Которая У вас Будет Заложена В штатном Расписании Они Равны Друг Друг Первая Ошибка Обязательно Вид Ставки Месячная Должна Быть Указана Или В штатном Расписании Она Неправильно Будет Вам Считать Итоги А Проверить То Если В ручном Варианте Как Вы Делаете В теории Кадрового Дела Производства Вручную Просчитываете Только Тогда Она Появится Условия Труда Это Связано С Пенсионным Фондом С Нашими Вредными Условиями Если У вас Есть Досрочная Пенсия Тогда Будете Заполнять Обязательно График Работы Как Он У вас Работает Надбавки Если В том Случа Если Они У вас Есть Ну А Вид Надбавок Видите То Здесь Не Заложено У нас Вами Поэтому В этом Случа То Как У вас Получается Ну Можно Через Добавить Сюда Занести Есть Надбавки Добавили Сюда Сразу Она Будет Видеть И Для Штатного Расписания Самая Главная Строка Еще Внизу Видите Строка Штатного Расписания Действует Если Вы указали Не ту Дату Сразу Появляются Ошибки И Она Эту Информацию Просто Не Видит Бывает Вроде Как Все В штатном Расписании Заполнено В документах Но Она Делает Ссылку Все Равно На Штатное Расписание Поэтому Очень Могли Прослеживать Если Допустим Прошло Время И У вас Изменилось Штатное Расписание Ну Бывает Так Допустим Я же Не могу На год Сразу Запланировать Кто У меня Будет В штате Сотрудники Верно Поэтому Проходит Время Вам Нужно Скорректировать Значит Также То есть Добавить Если Та должность Которая Появляется С того Момента Там С 1 Марта Или С 1 Апреля Вы Ее сюда Добавляете И Она У вас Появится В списке Но Когда Вы Что-то Изменяете Ну Допустим Вот Как-то У меня Сейчас Ставка Бухгалтер Она Одна Строчка Для того Чтобы Увидеть Все Штатное Расписание И его Изменить Ваша Панель Инструмент Как Кнопка Называется История Там Изображены Песочные Часы Вы Ее Открываете Вот У меня Здесь Было Видите Изменения Видите У меня Бухгалтер Сразу Появилось Две Строчки То есть 1 января У нее Было Оклад 30 тысяч А с 1 апреля Я Изменила То есть На 35 тысяч Рублей То есть Как Когда У вас Ставка Ну Допустим Должность Она У вас Есть Но Изменилась Допустим Оклад Копируется Просто Та Строчка Которая Была Первая В штатном Расписании Через Копирование Вы Изменяете Тот Оклад Который Вы Установили Ну Для Примера 40 тысяч Рублей И Ставите Строку Штатного Расписания С какого Момента Вы Изменяете Это По Приказу Ну Для Примера Возьму 1 июня У меня Изменилась Допустим У моего Бухгалтера То есть Моя Ставка И Скажу Окей Вот Как Видите То есть У меня Изменилась Если Вам И самое Главное То есть Хоть на секунду Не задержитесь В этот момент В программе И Проверьте Правильно Ли Оно У вас Заполнено Самое Главное Дата Проверить Вид Ставки Чтобы Было Везде Месячное И Графики Работы Тогда Вам Не надо Будет Возвращаться Вашу Программу И Искать Вам Ошибки Которая Времени У нас Всегда С вами Нет Нужно Просто Задержаться Здесь На секунду Чтобы Вы Могли Просто Проверить В программе Все Или Правильно У вас Занесено Для того Чтобы Получить Форму Печатную Можно Не Идти Ни в Меню Ни в Рабочий Стол А Можно Получить Из штатного Расписания Сразу А Попросто Идете Просто В печать Видите Форма Т3 Это и Есть Ваша Унифицированная Форма Ну Вот И Обратите Внимание Сейчас У меня Выделено Подразделение Администрация Видите Ячейка Я открываю Ее Что я Ей говорю Я ставлю 1 января 2014 год То есть Который мне Нужно Штатное Расписание Здесь Вот кнопка Сформировать Я думаю Что здесь Не так уж Это сложно То есть Она Вам Сформирует Я почему Вам обратила Внимание Потому что Видите Она Меня Сформировала Не по Предприятию А по Администрацию Потому что У меня Было Выделено Подразделение Администрация Для того Чтобы Мне Здесь Исправить Я могу Пойти Просто В настройки И где У меня Выделена Администрация Я могу В программе Сказать Не отбирать Говорю Ей Заново Сформировать Она Мне Сформирует Все То есть Именно Операции По штатному Расписанию Которые У меня Существуют И Оно У меня Готово Я Его Распечатаю То есть Как Можно Исправлять Еще На печати Есть Такой Вариант Но Обратите Внимание Этот путь Я вам Сейчас Покажу Пока Я не Выделяю Какую-то Ячейку В меню У вас Нету Вкладочки Которые Называются Таблица Как только Я выделила Мне нужен Номер Видите У меня Появилась Сразу Это с того Момента Как я И выделяю А мне Допустим Нужен На печать Номер И дата Исправить Она у меня Появилась А вот Теперь Путь Можете Себе Указать Для Корректировки Или Исправления На печати Документа Для любого Документа Путь Только один Выделили То есть В печатной форме Тот элемент Который вам Нужен Потом Идете Меню Таблица Вид Таблица Вид И в другом Окне Выбрали Редактирование Таблица Вид Редактирование Ну Таблица Вид Я нажала Затем В окне У меня появилось Одно Окно Вид В другом Окне Редактирование И все Что угодно Я могу Вот здесь 001 То есть Поставить Там 31 декабря 13 год И всегда В программе Это можно Осуществить Для того Чтобы это Допустим Сохранить Тоже вариант У нас есть Вот видите У нас есть Дискетка Есть Можно Файл Сохранить Как Или Сохранить Она Откроет Окно И где Вам нужно В программе То есть В вашем Компьютере Где можно То есть Везде Можете Это Сохранить Просто Это Наше Штатное Расписание Еще Один Путь Очень Уникальный И на этом Этапе Я вам Хотела бы Показать Потому что Вот где Печать То есть У вас У вас Есть Анализ Штатного Расписания Нужно Запомнить Что Нужно Зайти В штатное Расписание Печать Анализ Штатного Расписания Идея Очень Хорошая Потому что Вы в практике Можете Это Использовать Нигде Ни в меню Вы не зайдете Ни в рабочем столе Этого пути Просто нет Вы ее Открываете Говорите Мне нужно Программе 1 января 2014 год Говорите Ей сформировать И она Вам Просто Сформирует Вы видите Сколько Количества Ставок То есть Ну вот Единственное Давайте Настройки Я уберу Только Не отбирать Да Скажу Потому что Сам путь Он один и тот же Видите Совсем Другая Картинка Получилась И мне Сразу Видно По какой То есть Моей Вакансии Допустим Сколько У меня Количества Ставок В штатном Расписании И сколько У меня Занято И вы Можете Уже Определить То есть Какую Нам Можно Вакансию С вами Открыть То есть По нашему Предприятию Если Это Необходимо Поэтому Анализ Штатного Расписания Очень Удобно Вы Его Используете В практике Почему Потому что Вариант Уникальный Просто В программе Ну Согласно Штатного Расписания Еще Один Элемент Вам Покажу Почему Потому что Есть Вот Очень Уникальный В рабочем Столе Документ Который Часто Используют Для Руководителей Прямо На рабочем Столе Закладка Ваше Предприятие Это Называется В отчетах Организационная Структура Вот Она Видите Вы Ее Открываете Ставите Дату 1 января И говорите Сформировать Ну Так как В программе Курса У меня Здесь Уже И принятые Сотрудники У меня Видите То есть Рисунок Достаточно Уникальный Да То есть Создан Получился Подразделение Сколько В штате Сколько Занято То есть Моих Сотрудников Она Здесь Мне Все Пропишет Это Как Руководитель Очень Интересуется Вот Таким Элементом Называется Организационная Структура Девочки Вот Рабочий Стол Предприятие Прям Запишите Отчеты В серединке Отчеты Рабочего Стола Организационная Структура Организационная Структура Особенно Для Руководителей То есть Они Это Используются В своей Работе Ну и Наглядно Даже Для себя Как кадрового Сотрудника Тоже Уникально Можно Использовать Теперь Еще Следующий Этап Как только Мы Штатное Расписание Составили Распечатали Да Распечатали Нам Нужно Поработать Самым Нашим Главным Справочником Физические Лица Конечно Труд Самый Трудоемкий В нашей Программе Это Справочник Физические Лица Можно Зайти В него Через Несколько Вариантов Вот Теперь Закладка Предприятия Видите Смотри Так же Физические Лица Первый Вариант Второй Вариант Закладка Кадровый Учет И тоже Есть Смотри Так же Физические Лица Или Через Меню Предприятия Физические Лица Где Нравится Где Вам Удобнее Я Его Открою То есть Допустим Что Мы Здесь Заполняем Наши Главные Закладки Общие И Персональные Данные Общие Персональные Данные Здесь Заносите Паспорт На его Данные То есть ИНН Да Если Есть У нас ИНН У нашего Сотрудника С НИЛС Если Он Существует Страховой Ну Я бы Путь Использовала Понятно Что Мы Не можем Его Не Принять Без ИНН Но Я Все Таки Использовала Путь Б другой Вначале Он Идет В налоговую Оформляет Себе Свидетельство А потом Я его Принимаю На работу Чтобы Нам С вами Не вам Как Отделу Кадров Не Бухгалтерии Идти Не Оформлять То есть Именно Сведения Да Можно То есть А вообще Сам Путь Вот смотрите ИНН Если Когда Вы Его Заносите Я Специально Исправлю Сейчас Нолик Она Будет Вам Показывать Красным Значит Неправильно В базе Если Я Восстановлю Она Мне То есть Покажет Черным Значит Правильно То же Самое Происходит С Страховым Номером Если Как То есть Цифра Неверна Будет Красный Шрифт Если Верно Значит Черный Шрифт Занесли Допустим Адрес И Идете Персональные Данные Но Вот Эта Работа Она Самая У вас Будет Грамузкой Она Самая Трудная Поэтому В этом Случай То есть Лучше Всего Чтобы Вас Не Отвлекали От Работы То есть Потому Что У вас Понятно Здесь У нас Данные А у Вас Разложены Документы Все Дипломы Паспортные Данные Все И И В этот Момент Информация Поэтому Особенно Когда Вы Заполняете Вашего Сотрудника Я Вам Советую То есть Старайтесь Не Отвлекаться Напишите То есть Объявление Не Принимаем Допустим С 10 То 10 30 И Поработайте В последней То есть Поскольной Обстановке С вашими Документами Теперь Смотрите Самое Главное Что Здесь Нужно Занести Ну Во-первых Семью То есть Детей Точно Родственник На тот Случай Если Где-то Нам Нужна Эта Информация Какой То есть Вот Сразу Скажу По поводу Языков Потому что Здесь Как-то Всегда У меня Спрашивают Такие Вопросы Языки Это Вашего Сотрудника Но Не Ваших Родственников То есть Вы Должны Четко Знать Что Вот Это Язык Который Знает У меня Иванов Петр Петрович Но Никак Не Его Жена То есть Иванова Софья Владимировна Хотя Да Напротив Вот Видите Язык Вроде Как Хочется Прям Так То есть Спросить Для чего Мне Для жены То есть Сразу Язык То есть Для чего Это Нужно Внизу Вот Вид Образования То есть Будете Учебу Заносить Какие Он У нас Закончил Может Быть После Вузовское Обучение Второе Высшее Поэтому Информация Достаточно Такая Большая После Того Как Вы Заполнили Главное Общеперсональное Потому что Ученые степени И награды Это уж В крайнем Случае То есть Очень редко Встречаются Вы Идете Вверх Называется Трудовая Деятельность Нет Тоже Нет Каждая строчка Отдельно Всех Независимо Дети Есть Записывайте Потому что Я вам покажу Произвольное Отчет Вы Запишите Он Вам Пригодится Когда Вот Нужно Перед Новым Годом Особенно То есть Так Есть Среди До 14 лет Поэтому После Того Как Мы Занесли Общую Персональную Идем Вверх Трудовую Деятельность Вот Первую Часть Трудовая Деятельность Это Не Для Обязательного Заполнения Только Ваше Желание Но Желание Именно Не Всю Трудовую Книжку Вашего Сотрудника А Предшествующую Работу Только Потому что Вопрос Возникает Открыли Трудовую Посмотрели То есть Сказали То есть Информацию А наша Задача Занести Вот Ниже Стаж Общего Характера Последнюю Последнюю Строчку В трудовой Книжке Вашей И все Только Последнюю То есть Этого Достаточно Будет Надо Будет Информацию Откроем Посмотрим Теперь Стаж Работа Вот Здесь Главное То есть Но Вот Дата Отчета В стаже Вы должны Указать Дата Приема На работу К вам Вашу Организацию Стаж Общего Характера Вы ставите Дату Отчета Дату Приема То есть Сотрудника Вашу Организацию Затем По трудовой Книжке Вы у меня Все Просчитали Количество Лет Месяцев Дней И сюда Указали И она Соответственно Программа Она Что Делает Она Вот К этой Дате Стаж У ней Есть Она Уже Его Запомнила Независимо От количества Дней Она Начинает То есть Их Прибавлять Вам И вы Открыли Этот Отчет Вам Сразу Просто Уже Видно Сколько На данный Любую Дату Вы можете Определить Ваш Стаж Сколько Он Проработал Поэтому Здесь Главная Дата Отчета Дата Приема В Организацию Это По трудовой Книжке Поэтому Трудовая Деятельность Обязательно Но Это Самая Громоздкая Работа Ну Это Допустим Хорошо Если Там 5-10 Человек А Если Их Тысячи То Уже Достаточно Очень Трудоемко После Того Как Вы Заполнили Физические Лица Вы Мне Должны Зайти В Справочник Сотрудники Обязательно Вы Должны Их Соединить То Именно Физические Лица Вы Допустим Говорите Добавить Здесь У вас Все Пусто Они Еще Как Физическое Лицо Это Нет У вас Информация Вы Говорите Добавить Появляется Вот Такое Ну Давайте Скажу Добавить Появляется Вот Такое Красивое Окно Вы Говорите Создать Нового Сотрудника Открыть Справочник И Выбираете Ту Информацию Которая Вам Нужна В Справочнике Ну Допустим Я взяла Иванов Дата Рождения Она Уже Попала И Справочника Она Все Заполняется Вид Договора Здесь Вот Два Варианта Я Вам Сразу Покажу Если Он У вас Договорник И По Договору Подряда Оказания Услуг Вот Как Раз Вид Договора Вы Должны Определить По Договору Он У Вас Или По Трудовому Договору То Вы 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 Выбрали Просто Из Писка Вид Занятости Почему Она Выбрала Внутреннее Совместительство Потому Что У 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 Раз Вы Заходите А Нам Конечно Выберет То Именно Основное Место Работы И Занесет Когда Вы Заполняете Сотрудников Здесь Заходите В Закладку Трудовой Договор Ставите Номер Вашего Дата Трудового Договора С Какого Момента Он Действует Там С 1 Января 14 Год Испытательный Срок Хоть Это Не Обязательный Значит Или Пропускаете Это Ваш Руководитель Решает Сейчас Или Устанавливаете Директ Руководителя На 6 Месяцев Если У нас Кадровый Сотрудник То Есть Обыкновенный Сотрудник На 4 Месяца Но Это Сейчас Не Обязательный Вариант Затем Как Только Вы Убираете Подразделение Она Вам Должность Должность И Сразу Появится Из штатного Расписания Вся Ваша Информация И Не Забудьте Вид Расчета Указать Ей Или Она Информацию Потеряет Вид Расчета Как Он У вас Работает Или По Дням Или По Часам Или По Дневному Тарифу Это Ваши Сотрудники Как Как Только Вы Занесли Если Вы По Одному Сотруднику Заполняете Он У вас Появляется Здесь В списках И Вы Идете В Панель Инструмента Говорите Создать Документ И Там Появится Приказ О Приеме На Работу В Списке Сразу Прямо Отсюда Можно Если Вы Каждого Сотрудника Допустим Один У вас Принят На Работу Вы Перевели Сотрудники Создать Документ Появится Ссылка Ваша Прием На Работу Вашего Сотрудника Ну а я Перейду Просто В этот Элемент Здесь У меня Есть Прием На Работу Сразу Откроется Вот это Окно Прием На Работу Сразу Как Только Вы Выбрали Эту Строчку Она Сразу Вам Его Откроет И Появится Заполненным Вы Его Просто Проверяете Ставите Допустим Дату А Из параметра Из гаечного Ключика Отсюда Проверили А Иванов Подразделение Дата Есть График Есть Все Правильно Зашли В закладку Начисления Проверили Правильно Ли у вас Оклад Заполнили Проверили Но Есть Другой Путь Если Допустим Сотрудников У меня Сегодня На данный Момент Я Устраиваю Их Принимаю На Работу А Их Несколько Тогда Вы Сотрудников Вы Не Идите По Каждому Сотруднику А Лучше Их Заполнить Вместе Вы Говорите Добавить Добавить Здесь Скажете Заполнить Сотрудниками И То Что Вы Перевели Сотрудники Она Вам Откроет Вот Такое Окно Вы Укажете Какой Месяц Когда Вы Принимаете На Работу Здесь Можно Указать Скажете Окей Она Вам Возьмет Все Из Штатного Расписания Возьмет У нас Вами Информацию Которая У нас Есть Да Как Вести То есть Иностранных То есть Во-первых Когда Вы С ними Работаете Вы Указываете То есть Вот Именно Документ Вот Именно По Паспортные Данные Что Он У вас Иностранный Граждан Юрий Ну Я Прям Приветствую Латвию Здесь У нас Прям Я только Сейчас Увидела Извините Очень Приятно Так Ну Все Так Если Иностранный Значит Где Мы Работали С Классификатором Вы Находите Документ Удостоверяющий Личность Указываете Его Иностранный Что Граждан И Заполняете Договор На Оказание Услуг Но То есть Так Как С 15 Года У нас Идут Изменения Так Как Ну Просто Эти Курсы Они Взаимосвязаны Я их Веду Вам Скажу Независимо Это Будет Три Месяца Два Месяца Один Месяц Иностранных Граждан Работодатель Будет Платить Налоги И В этом Плане В 15 Году Мы Этот Путь Не Обойдем К Сожал Я Не Могу Это Изменить Это Законодательство Поэтому Он Хитро Такой Пошел То есть Он Увидел Просто Информацию Что Мы Очень Хорошо С вами Это Использовали В 14 Году Я Мои Убеждения Потому Что Тогда Можно Было Если До 6 Месяцев Платежи Не Платим Пенсионный Фонд Если После Срок Больше 6 Месяцев Тогда Платим Но Они Нам Ограничились 15 Года Поэтому Здесь Независимо Какой Договор Будет Вы Оформляете Договор Подряда Называем И все То есть Отполнение Точно Такое же Ну Я Вот Сейчас Вам Еще Фрагмент Покажу Раз У вас Возникли Вопросы Ну А Здесь У нас Вами Видите На Группу Сотрудников Заполнилось Мы Проверили Обязательно Суммы Окладов И Сказали Окей Ну Вернусь В этот Документ Чтобы Показать То есть Печать Нашу Смотрите Где Печать Внизу У вас Два Документа Есть Форма Т1А Это На Группу Сотрудников Но Неудобно Потому Что Наши Сотрудники Они Очень Внимательные И Прежде Чем Поставить Подпись И Обследовать Все То Что У вас Есть Поэтому А так Как Эта Информация Она Все Равно Считается Конфиденциально Здесь Вот Видите Все Оклады На Лицо Но Я не советую Этот документ Использовать Значит Печать Форма Т1 И Пустили Ее На Печать Принтер У нас Меню Всегда Есть И На Каждого Сотрудника Сразу У вас Откроется Ваша Печатная Форма Вы Распечатали Здесь Уже Никто Ничего Не Видит А Только Свой Приказ И Поэтому В этом Плане Если Вы Указали Испытательный Срок Появится Строчка И Вы Построена Не Надо Вручную Заполнять В отличие От других Программ Если У вас Вопрос Иностранных Граждан Там Точно У нас Есть Договора Подряда Делается Таким Образом Давайте Я вам На примере Покажу Что вы Это Увидели Допустим Вы Выбрали Сотрудники Вы Уже Перевели Его Вы Говорите То есть Добавить Создать Нового Сотрудника Если Он Есть Справочники Вы Его Выбрали Вот То Что Я Выбрала Коробочка Но Где Вид Договора Я Говорю Договор Подряда А на Вид Занятости У меня Сразу Убирает Видите После Этого Я Говорю Окей Она Находит У меня Строчку Коробочка И Записывает Лишнюю Строчку Видите Она Появилась Коробочка Вторая Пустая Я Иду Вверх Также Создать Документ Но Приема На Работу У меня Нет А Сразу Появился Договор На Выполнение Работ Я Указываю С того Момента Когда У меня Договор На Оказание Услуг Также И на Нового Сотрудника Указала Сроки Допустим Пускай Даже На Месяц До 30 Июня Вот То Что Касается Иностранных Допустим Граждан Оплата Если На Месяц Однократно Если Как бы Не На Месяц А На Три То По Истечению Года Тогда Ежемесячно Здесь Два Варианта Все И сказали Окей Но В список Она Не попадает Что Для Этого Нужно Сделать Закрываете Сотрудников Идете То Наш С вами Кадровый Учет У вас Есть Договор На Выполнение Работ Потому Что Когда Попадает Сотрудника Вы Видите Что Его Что Не Отразилось Но Путь Сделайте Вот Этот Кадровый Учет Договоры И Проверьте Не Попал Леон У вас Сюда Потому Что Там Вы Его Не Увидите А Здесь Вы Его Увидите И Укажете Вот Я На Сумму Не Указала Да Давайте Укажем 10 Тысяч Рублей Да Вернусь Появился В список Но Есть Замечательный Отчет Который Называется Отчет По договорникам Прямо На Рабочем Столе Закладка Кадровый Учет Отчет По договорникам Открыли На Любую Дату Которую Вам Нужна Вы Сюда Его Установили Ну Допустим 1 Июня Только У меня Будет 14 Год Потому Что Везде Там Был 14 Говорю Сформировать Но Первоначально Когда Вы Это Делаете Потому Что У меня Уже Здесь Настроено Она Вам Вот От Какого Числа Все Ни Суммы Ни Конечного Срока Нет Чтобы Вот Этот Путь Сделать Как У меня Что Получился Что Для Этого Нужно Сделать Нужно Зайти Настройки Пойти Вниз Где У вас Гаечный Ключик И Сказать Настройка Структуры Она Откроет Вам Окно Вы Открываете Данные О Договорнике Затем Нашли Ссылку Чтобы У вас Было Договор Давайте Вот Здесь Я Не Вижу Данные О Договоре Тогда Договор И Находите Дату Окончания И Переносите Его Вот В Эту Строчку Давайте Вот Сейчас Я Удалю То Вам Покажу Вы Берете Дата Окончания Перенесли Его В Документ Но Мне Нужна Еще Сумма Что Появилось Я Нахожу То В Сюда Перенесли А После Этого Сказали Сформировать Она Ее Сформирует И Появится Достаточно Сделать Один Раз Один Раз Потому Что Когда Вы Будете Выходить Из Этого Элемента Она Видите Вам И Дату Окончания То Сразу Очень Наглядно Вы Закрываете Ее Она Вас Просит Изменения Сохранить Вы Скажите Да И Как Только Вы В этот Отчет Будете Заходить Она Эту Информацию Будет Уже Сохранить И Вам Нужно Это Сделать Только Когда У вас Первый Раз Появился Но Даже Тот же Иностранная Иностранный Гражданин Наши С вами То Допустим С СНГ Или Даже Европейских Стран Вы Его Занесли Сюда Повторно Сделали На Любую Дату Которую Вам Необходимо Организацию Обязательно Выбирайте Сказали Сформировать Она Вам Ограничит И На Тот Момент На Любую Дату Она Вам Сформирует Но Информация Останется Та Которая Я Сказала Приказала Через Настройки Ее Сделать Это Касается Приема На Работу Здесь У Вас Есть Кадровое Перемещение Вы В Него Заходите Если Ваш Сотрудник Переместился В Другое Подразделение Открываете Вашу Строчку А Говорите Добавить С Того Момента Как Только Вы Переводите Вы Устанавливаете Вы Убираете Сотрудника Первая Строка Вашего Документа Будет Уже Заполнена Видите Нерабочая Где Она Работала А вторую Строчку Вы Вы Выбираете То есть Какое Подразделение Она У Вас Переходит Ну и Выбрали Допустим Для примера Отдел Кадров И Она У Меня Специалист По Кадрам Перешла Установили График Работы Ну Может Быть Заявление Может Быть Приказ Ну Скорее Всего Заявление Да О Переходе В Другое Подразделение И Обязательно Идете В Начисление Но Вот Эту Сумму Вы Не Можете Установить Сами Она Видите Она Не Рабочая Она Заполнит Но Если Вам Нужно Изменить И Оклад Вы Должны Зайти Где У вас Действие Строчка И Сказать Программе Изменить И Поставить Допустим Тариф Который Вам Необходим Как Только Вы Это Все Заполнили Идете Печать Есть Форма Т5 Ок Скажете Вот Она Что-то Штатное Расписание Уже Она У меня В Другом Наверное Была Четвертое Вроде Как Все Правильно Штатное Моно У нас Есть Сейчас Еще раз Попробую Провести А Провела И Идем В печать Просто Там Сумма Была Больше Поэтому Она Не Согласилась Ведь Ошибку Выдала Форма Т5 Вот Видите Перевести На Другую Работу И Здесь Будет Сразу И Прежнее И Новое Место Работы И Оклад Согласно Штатного Расписания На Все Проверить Со Штатным То есть Поэтому Какая Будет Там Сумма То Она Видите Я 18 Поставила Она Не Согласилась Потому Что В штатном Расписании Стояло 20 Тысяч И Поэтому В этом Плане Она Мне Не Открыла И После Этого Скажете Окей Занесется Ваш Документ Вы Всегда Можете Его Распечатать Если Наш Человек Уволился Тогда Идете Ниже Вон Видите Увольнение Да Сотрудника Заходим Говорите Добавить Допустим У вас Увольняется Ну Давайте Я вам Пример С главным Бухгалтером Предложу 15 Января 15 Год Организация Орион Говорите Добавить И Выбираете Сотрудника Допустим Наш Главный Бухгалтер Увольняется Ставите Дату Увольнения 25 Января 15 Год Можно Уже Не писать Она Уже Знает Что Я В 15 Году И Выбираем Статью 7 7 Расторжение Трудового Договора По Инициативе Все Статьи Трудового Кодекса Вашей Кнопочке Подбор Здесь Можно Зайти И Сразу Выбрать Ту Статью Которая Необходима Она Прекращает Стандартные Вычеты На Детей И Сразу Просчитает Компенсацию Чем Как Удобно Автоматизировано За Весь Год Который Необходимо Если Я Скажу Провести Иду Вниз Печать У 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 Расторжение Договора Как Формулировки Основания Почему Нет Потому Что В Документе Основание Я Не Написала А Если Я Напишу По Инициативе Работника Или Соглашение Сторон Давайте Соглашение Сторон Допустим Написали Заявление То есть Здесь Подписали Причину Которую Необходимо Скажу Провести Также Пойду В печать Форма Т8 И уже Появится То есть Вы видите Формулировка Соглашение Сторон Так как До этого Я его Не заводила И она Мне Не записала И Распечатали Увольнение Все Человек Уволился Теперь Очень уникальный Есть документ Очень уникальный Где Вот Отчеты В кадровом Учете Называются Списки Сотрудников Это В программе Просто Уникально Построено По тому Принципу Что у вас Есть Ну Допустим Вам Нужны Списки Сотрудников Открыли Поставили Дату И сказали Сформировать Она Сформирует Все Ваши Сотрудников Если вам Нужно В этот Отчет Допустим Вместе С паспортными Данными Хотя Они Вот здесь Есть Что я Делаю Я Также Иду Настройки Гаечный Ключик Настройка Структура Открываю Открываю Данные У работники И мне Допустим Нужно Для информации Ее ИНН Всех Я беру ИНН Подхватываю Курсором Переношу В колонку Отчета Затем Мне нужно Допустим СНИЛС Страховой Номер ПФР Нахожу Из списка Тоже Перенесли Сюда И все Таки Мне нужно Это В одном Документе Я могу Тогда Показать То есть Паспортные Данные Прям Папочку Вы берете Папочку Паспортные Данные Которые Вы занесли И сюда Заносите И скажете Сформировать Получится Такой Колоссальный Отчет Сразу В одном Видите И все Данные Сюда Сразу Попадают Вы Открыли Посмотрели Кто Вам Конкретно Нужен Если Допустим Вам дали Задание То есть Бухгалтерия Она очень Сильно Любит Нам Давать Задания Кадровым Сотрудникам Поэтому И Дай Допустим Дала Вам Задание Нам Нужно Срочно Списки На Детей До 14 Лет Что Вам Нужно Сделать Отчет Этот Списки Списки Сотрудников Вы Открываете Родственники Родственники Открываете Говорите Сформировать Сформировала Она Вам Все Родственников Но Сюда Попали И Мужья И Жены И Дети Абсолютно Все Вон Отбор Сортировка Обязательно Затем Вы Открываете То есть Данные О Работнике Открываете Состав Семьи Плюсик Ваш И Здесь У Вас Есть Возраст Родственника Он Видите Появился Списки Состав Семьи Обязательно Плюс Открыли Подхватываете Курсором И Переносите Ваш Список Отбор Но Это Еще Не Все Перенесли Где Вид Сравнения Графа Вид Сравнения Графа Вид Сравнения Вы Открываете Кнопочку Выбора Равно Можете Не пытаться Она Вам Никогда Не Сформирует Ровно 14 У нас Не Получится Может Быть У Детей Поэтому Вы Говорите Меньше Или Равно Меньше Или Равно Вид Сравнения Должно Быть А Значение Можно Указать 14 Допустим Лет Потому что Все Произвольные Отчеты Они Формируются Одинаково А после Этого Скажете Сформировать Вот Видите То есть Она Мне Список Ограничила И Всех Детей До 14 Лет Здесь Собрала Я Распечатываю Этот Вариант Отдаю Уже Как Кадровый Сотрудник То есть В то Которая у меня Попросила Да Этот Вариант Поэтому Вот Это Просто Уникальное Я считаю Что Это Стоит Просто Использовать И еще Один Вариант Вот Где У нас Стаж Работы Стаж Работы То есть Вот То Что Я вам Говорила Вы Занесли Весь Стаж Работы А вам На Какую То Дату Нужно Его Изменить Первое Что Вы Делаете Чтобы Нам Наглядно Было Видно Давайте Стаж Работы Открыто Я вам Скажу На Первое Января Сформировать Вот У нашего Иванова Смотрите Сейчас Количество Лет Первое Января Помните Я вам Открывала Физические Лица Было 18 Лет 10 Месяцев И 8 Давайте Запомним 18 10 8 Допустим Я ставлю Любую Дату Которую Мне Необходимо Допустим 10 Декабря 14 Год Говорю Сформировать И информация Вся Меняется Если Нужно Допустим Ограничить Какую-то Информацию И вам Нужен Тоже Стаж До 10 Лет Свыше 15 Лет Путь Только Один Через Настройки Через Ваш Гаечный Ключик Настройка Структуры Отбор И Сортировка Вот Только Через Это И вы Вот Здесь Переносите Также Находите Данные Работники Стаж Открываете Но Вот Дни Месяца Не Переносите Лучше Всего Перенести Только Года Лет И Указать Допустим Где Вид Сравнения Указали Меньше Или Равно Допустим Вам Нужно 12 Лет Всех Сотрудников Отчет Скажите Сформировать Она Их Ограничит Сразу До 12 Она Всех Их Выберет То есть Путь Произвольных Отчетов Он Одинаковый Просто Так Ну Так Вот такой То есть Вариант У нас С вами Может Быть Отчетов Произвольным Теперь То есть У нас С вами Есть Еще Ну А так Можно Видеть И список Сотрудников Список Юношей Вы Можете Всегда Использовать Но Можно Сохранить Сказать Да Называется Это Списки Сотрудников Поэтому Можете Просто Использовать Этот Вариант Еще У нас С вами Есть Вот Отчет Который Называется Вот Для Отчет И кадровый Учет Отчет О кадровых Перемещениях Здесь Их Два Варианта Свод И список Кадровых Изменений Вы Заходите Говорите Мне Нужен Предыдущий Год Потому Что У меня В предыдущем Они Принято На Работу Вот Видите Я говорю Сформировать Она Покажет Мне Всю Информацию Все Мои Перемещения Увольнения Всех Моих Сотрудников Видите Так как Бухгалтера Я уволила Давайте Я поставлю Последние 31 01 15 Год Скажу Сформировать У меня Еще В бухгалтерию Строчка Добавится В уволенную Видите На любую Информацию Но Это Такой Более Сокращенный Лучше Всего Список Кадровых Изменений Открыли Поставили Период Предыдущий Год Сказали Сформировать Видите Какой он Большой Здесь Сразу Видно То есть Когда у нас Был прием На работу Перемещение Увольнение Называется Отчет По кадровым Перемещениям Поэтому Списки Вы Можете Просто Эти Использовать Особенно Отчеты Здесь Построена Программа Очень Уникально Затем То есть Допустим Подошел У нас Период И мы Должны Заполнить График Отпусков График Отпусков Мы с Вами Заполняем В декабре В декабре Поэтому По идее То есть Ну допустим Я вам открою Чтобы нам Информацию Не заполнять То есть Я вам открою Вы заходите Ну во первых Зашли в график Отпусков Сказали Добавить Она вам Покажет Список Единственное То есть Вариант Она полностью Список вам Отразит Вам вручную Надо будет Заполнять Начало И окончание Это вручную Заполняется Затем Она автоматизированно Вам посчитает Количество дней Здесь Но Так как Наши сотрудники Они идут 14 дней 14 дней То есть Поэтому Придется Какую-то строчку Просто скопировать Ну вот Допустим Вот листочек Да Зеленым Вашим Кружочком Видите Булочкин У меня дважды Появился То есть Он вначале У меня идет 10 октября Потом идет 1 декабря Но вот Обратите внимание Особенно Здесь очень уникально По Плюшкину Построено Так как Он у меня Принят на работу 1 инваж 14-го года Даже здесь программа Она мне сообщает Раз я его отправляю В отпуск 10 июня Она мне говорит Что дата Приема была 1 января Даже эту информацию Она мне как бы Подсказывает Что 6 месяцев То у вас не прошло То есть А он был принят На работу 1 января Идет в отпуск И в этом То есть даже В этом отношении Я бы сказала Что программа Она построена Очень уникально Затем Как только Вы его составили Обязательно Нужно провести Обязательно Или график отпусков У вас не получится Провести Обязательно И идете в печать И открываете График отпусков Получается Такой вот Уникальный документ Причем В цветном виде Видите То есть Каждый период Она уже показала Где В какие периоды Они у меня идут В отпуска Ну я конечно Распечатала Но здесь не распечатывать То есть Если только цветной принтер У вас есть А посмотреть можно А допустим Сам документ График отпусков Это форма Т7 Форма Т7 Называется И она Видите У меня уже Здесь Распечатает Весь список Но в примечании Можно использовать Вот ознакомление Да Наших работников И они ознакомились Если что-то Нам поменять Вы поменяли Это график отпусков То есть Это делается У нас в декабре Как только Наши физические лица Сотрудники Идут в отпуск Это называется Фактически отпуска А значит Нам нужно пойти То есть С вами Отпуска Называем Строчку Ну и наш сотрудник Допустим Пошел в отпуск Вы говорите Добавить Я вот добавила Выбрала Своего сотрудника Если здесь Несколько вариантов Если он написал Заявление Тогда через Добавить Если он идет По графику Тогда заполнить По графику Отпусков Ну допустим У него июль Да Ну в данном случае Он видите Уже сходил У меня в отпуск А так можно Вот добавить Выбрать сотрудника Да Какой у нас Вами пойдет Допустим Снежина Ежегодный Освобождать ставку Если на период Отпуска Освобождается И допустим Поставили тот период Который она вам указала В заявлении По какой Можно не записывать А можно просто поставить 14 дней Она сама посчитает Вот даже в этом Отношении Она То есть уникальная Да программа У нас построена Я поставила дни Заявления Она мне определила По какое число У нее будет отпуск Основание Будет заявление Потому что она пошла Не по графику А раньше Допустим Да В отпуск Скажете Провести И идете в печать У нас с вами Форма Т6 И вы ее открыли Распечатали И сказали Окей Есть у нас еще В программе С вами Отчет по отпускам Вот он Видите Под зонтиком После графиков Отчет по отпускам Ну график Он тот же самый Вот а фактически Отпуска Стоит наверное Посмотреть Вот фактически Отпуска Выбираете Предыдущий год И говорите Сформировать Она вам уже Все Высветит Иванов Почему у меня Красного цвета Потому что он Вышел раньше У меня на работу Я делала документ Возврат на работу И она То есть высчитала Что он То есть у него Оставались 3 дня Поэтому он Видите То есть у него Есть Ну и попало Сразу Видите Снежина Да Фактически Сразу видно Кто у вас Ходил в отпуск Вы открыли Даже на конец Года И используйте И последнее То есть вам Покажу То есть если Вот допустим Прошел год Наступило То есть конец Года Что вам Посмотреть Остатки Самый лучший Вариант Это вот наш Любимый зонтик Цветной Остатки Отпусков Прямо на рабочем столе Остатки Отпусков Называется Вы их открываете И на любую дату Здесь прописываете Сколько у вас Дата Ну допустим Давайте я возьму 31 декабря 14 год Она мне покажет Что вот у моего Иванова Три дня Оставалось Да На конец отпуска Или допустим У Снежины Да На 31 Она же сходила У меня в отпуск 14 дней Поэтому Ну остальные У меня не ходили В отпуск Поэтому видите У меня нет Вариантов То есть что я делаю Допустим У меня же 31 Уже декабря Я спускаюсь вниз Вот мне Иванов Ну давайте я Снежину Выделю вот здесь Допустим Она мне не сходила В отпуск Я допустим Ее выделяю Строчку Спускаюсь вниз Говорю Редактировать Она мне показывает Окно Я говорю Мне нужно Период 31 декабря 14 год И говорю Программе Рассчитать И она мне Посчитает 14 дней А программа Она что сделает Наступит Следующий год 15 года У нее То есть количество Дней Перейдут В 15 год Потому что я их Перенесла И она будет Их учитывать Ну вот такие То есть наша Такая замечательная Программа А так она у вас Содержит здесь И медицинское Страхование И кадровое Планирование Поэтому вариантов У программы Конечно Очень много Если кому Нужен воинский Учет Видите Наглядно Он здесь У вас Существует Так Ну а я могу Вам только Предложить То есть Вариант То есть Если вам Все понравилось Программа Понравилась У меня будет Скоро группа Это 2 февраля Вечер То есть На Бауманской Если я вас Заинтересовала Программа Я вас Приглашаю Просто в эту Группу Редактор субтитров А.Семкин